Всем привет из Коста-Рики, меня зовут Денис и в этом видео я расскажу последние новости, что у нас интересно здесь за последнее время произошло. И самой главной новостью стала новость о легализации однополых браков здесь, в Коста-Рике. В 2018 году Межамериканский суд по правам человека вынес рекомендацию, в рамках которой все права, имеющиеся у гетеросексуальных пар, должны распространяться также и на гомосексуальные пары. И в августе того же года Верховный суд Коста-Рики постановил, что запрет на однополые браки является неконституциональным и дал 18 месяцев законодательному собранию на рассмотрение этого вопроса. 18 месяцев заканчивалось как раз таки 26 мая 2020 года и некоторые депутаты попытались отложить рассмотрение этого вопроса на 18 месяцев. Они ссылались на то, что им не хватило времени, потому что они занимались вопросами реформирования финансовой системы и разрешением проблем, связанных с распространением коронавируса. Этого им сделать не удалось и, соответственно, закон был принят. 26 мая Коста-Рика официально стала первой страной Центральной Америки, которая разрешила легализовала однополые браки. И 26 мая президент Коста-Рики Карлос Альварадо обратился к нации и общий посыл его речи был таков, что мы должны бороться с любыми видами дискриминации. Также Карлос Альварадо, он в свое время, будучи еще кандидатом президента Коста-Рики в 2018 году, поддержал легализацию однополых браков. Соответственно, это было одним из его предвыборных обещаний. Таким образом, он перетянул к себе вот эту часть ЛГБТ-сообщества костариканского и даже поучаствовал в одном из гей-парадов, который проходил в Сан-Хосе. И сразу же после вступления этого закона в силу с 25 на 26 мая, получается, с понедельника в ночь, в ночь с понедельника на вторник, здесь прошла, в Коста-Рик прошла официально первая свадьба между женщиной и женщиной. Это были девушка 24 лет и 29 лет, и свадьбу транслировали в прямом эфире по костариканскому телеканалу. И также в социальных сетях посмотрело очень много народов, это все обсуждалось на прошлой неделе активно в Фейсбуке. Касаемо этого вопроса, костариканское общество, костариканское мнение, оно разделилось. И многие все-таки выступают за традиционные отношения и за традиционный брак между мужчиной и женщиной, в том числе и церковь, естественно. Тем не менее, такова реальность Коста-Рика, первая страна Центральной Америки, которая легализовала однополые браки. Она присоединилась к таким странам, как Эквадор, Колумбия, Бразилия, по-моему, Аргентина, Уругвай, который, соответственно, находится в Южной Америке. И она стала 29-й страной, которая разрешила, легализовала, одобрила однополые браки. Легализация однополых браков была одной из главных тем прошлых недель. Но, помимо этого, конечно же, в Коста-Рике также обсуждается и тема коронавируса, и, скажем так, смежных тем, связанных с распространением коронавирусной инфекции. И сейчас я немножечко расскажу, что поменялось за последнее время. На этой неделе Коста-Рика перешагнула отметку в 1000 случаев заражения коронавирусом. Конечно же, не очень хорошая новость. Плюс к этому, ко всему, возросло само количество вирусов, случаев в день, регистрируемых за сутки. В четверг было зарегистрировано 22 новых случая заражения, а в пятницу уже 25. Это очень много. По сравнению с тем, что регистрировалось в середине мая, это было не более 10 случаев, 5 случаев, 7 случаев. Сейчас этот показатель вырос до 25. Посмотрим, что будет дальше. На следующей неделе какие будут данные. Тем не менее, несмотря на это, Коста-Рика продолжает снимать ограничения. Честно говоря, я думал, что ограничения они сохранят. И те смягчительные меры, которые предписывали на 1 июня, не будут реализованы. Потому что резко начало возрастать количество случаев заражения. Но Министерство здравоохранения Коста-Рики объявило о новом этапе смягчительных мер, который начинается с 1 июня. И сейчас я немножечко расскажу, что будет предпринято в следующем этапе. Во-первых, сейчас можно будет открыть все отели на 50%. В прошлый раз это были только небольшие отели с номерным фондом не более 20 мест. Рестораны начинают работать также на 50%. И теперь им можно будет открываться и на выходных, работать на выходных. Следующие меры музеи будут открыты на 50% с предварительной покупкой билетов электронно онлайн. Также спортзалам и бассейнам разрешено открыться на 50%. В прошлый раз это было 25%. Наш спортзал продолжает работать с 4 мая уже. Месяц я занимаюсь, можно сказать. Мне очень нравится, как ребята все организовали. У них все четко. Это прямо не по-костарикански. Везде стоят спреи, нужно носить полотенце, за всем следят. Ребята просто молодцы. И зал работает отлично. Все, что было у меня переплачено, все не вернули. Плюс они мне подарили еще шейкер для протеина, смешивать протеин. Протеин я не пью, я пью воду из него. Им огромное спасибо. В общем, прямо как-то не по-костарикански совсем. Я доволен этим залом. Кто будет, если здесь, у нас в Сан-Исидрово, возможно, будет заниматься спортом. Зал называется Вита Фуэрте. В центре Гордона, хоть прямо сделаем рекламу, потому что ребята действительно молодцы, классно работают. И зал у них хороший, очень много тренажеров, все есть. И также остаются ограничения, введенные на счет личного транспорта. Движение будет запрещено с 10 вечера до 5 утра. Здесь же хотелось добавить, что Коста-Рика за последнее время провела уже более 30 тысяч тестов на коронавирус. И в Сан-Хосе есть два института, насколько я знаю, которые занимаются выпуском, производством тестов на коронавирус. Также они занимаются производством, точнее не производством, а разработкой вакцины, которые уже тестируются на лошадях. И плюс к этому они уже изготовили прототипы ЭВЛ. Сейчас они тоже, по-моему, проходят тестирование. Коста-Рика, можно сказать, в этом плане уже начинает сама себя обеспечивать. И это тоже хороший положительный момент. Еще на этой неделе стало известно о том, что Коста-Рика продлила закрытие своих границ до 30 июня 2020 года. Напомню, что туристам, иностранцам, въехавшим в Коста-Рику после 19 декабря 2019 года, можно легально находиться в стране до 18 августа 2020 года. За продлением штампа никуда ходить не надо, ни в какие миграционные офисы. Все будет продляться автоматически и никаких санкций за просрочку. Просрочку виз, просрочка вот этих штампов не последует. Об этом говорится на сайте миграции Коста-Рики. Водительские удостоверения также продляются автоматически до 18 августа. И еще на этой неделе немецкой авиакомпании Lufthansa были анонсированы полеты, возобновления полетов в Коста-Рику с 17 июня. Но, соответственно, сейчас эта тема уже не актуальна. По крайней мере, до конца июня, до 30 июня, пока официально остаются закрытыми границы Коста-Рики. Еще у меня была информация о том, что немецкая авиакомпания Condor также хочет возобновить свои полеты, планирует возобновить свои полеты с 26, по-моему, июня. Но, опять же, все это дело пока что сворачивается, пока что не актуально до конца, до конца июня. Будем следить за новостями, ждать официальных анонсов этих авиакомпаний на их сайтах и страницах в Фейсбуке. Я на этой неделе мониторил билеты в Россию. И у того же Condor они есть сейчас в продаже на 31 июля, с самой ближайшей даты, по 900 долларов в одну сторону. И, на самом деле, не очень удобный маршрут. Получается, что первый рейс будет совершать, насколько я понял, панамская авиакомпания Copa Airlines в Панаму-Сити, из Панамы-Сити в Пунта-Кану, Доминиканская республика, из Пунта-Каны во Франкфурт, и из Франкфурта только аэрофлотом уже в Москву. Самые ближайшие адекватные цены и адекватные рейсы начинаются, по-моему, с октября. Будет стоить билет 569 долларов, он сейчас стоит на сайте Condor, где идет прямой рейс из Сан-Хосе к Condor до Франкфурта, и из Франкфурта аэрофлотом уже в Москву. Это достаточно удобно, цена хорошая, но пока что бронировать я бы, наверное, не стал бы это все делать, потому что все достаточно еще непонятно, когда что откроется. Так что ждем официальных новостей об открытии границ странами и, соответственно, возобновлении уже рейсов авиакомпании. Еще одна не очень хорошая новость. Министерство здравоохранения Коста-Рики объявило о вспышке лихорадки Денге в кантоне Парис-Соледон. Сейчас по всей стране зарегистрировано 2689 случаев заболевания. В нашем кантоне их более 200-215, по-моему. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Коста-Рикой было выделено в этом году 140 тысяч долларов на борьбу с распространением Денге. Лихорадка Денге переносится комарами, и, соответственно, самое главное носить одежду с длинными рукавами и пользоваться спреем. Также Министерство здравоохранения предупреждает, что должны быть установлены москитные сетки в домах, и нужно избавляться от мест скомпления стоячей воды на придомовых участках. Во всем мире ежегодно регистрируется около 400 миллионов заболеваний этой болезнью. И если своевременно обращаться в медицинские центры и выбирать правильное лечение, то процент смертности снижается менее чем до 1%. Министерство здравоохранения, конечно же, обращает внимание и предупреждает население о том, чтобы все эти меры как можно чаще исполнялись, потому что сочетание Денге плюс коронавируса дает большую нагрузку на здравоохранение Коста-Рики. По-моему, в Гондурасе в прошлом году или в Гватемале очень сильно были загружены больницы за счет вот этого сезона комаров, сезона дождей. В сезон дождей, соответственно, появляется очень много комаров. И были загружены очень сильно больницы в Гватемале или в Гондурасе, не помню. Поэтому Коста-Рика за это тоже переживает, потому что сейчас сочетание с коронавирусом делает это действительно проблемой. У нас в доме хозяин опрыскивал все кусты химикатами против комаров, но их сейчас очень много стало, действительно много, у меня все ноги искусаны. Средство помогает, но, видимо, какое-то время оно определенно действует, надо снова наносить. Я скажу честно, это не стопроцентная, конечно же, гарантия. Находиться и знать информацию о том, что здесь, в Переселедоне, где ты живешь, распространяется очень сильно вот это Денге, тоже не есть хорошо. Плюс коронавирус. Меня спрашивали уже несколько людей насчет сезона дождей в Коста-Рике. Вот сейчас он уже в самом разгаре. Сезон дождей... Гром, по-моему, был только что. Сезон дождей наступил с начала апреля. Вот у нас, по крайней мере, здесь, в Переселедоне, льет каждый день, льет после часа двух, где-то процентов 80, того, что пойдет дождь. Я не помню в свой первый приезд и не помню уже вот сейчас, во второй приезд, в конце мая, в прошлом году, что дожди прям вот настолько сильно, сильно поливали. Сейчас, сегодня, каждый день, то есть, если дождь начался, он не идет, он не коротковременный, он идет постоянно, постоянно до самого вечера, часов до девяти. То есть, я иду в спортзал в шесть и возвращаюсь в девять, и все время дождь в это время. Я... у меня есть зонт, и это не помогает. Дождь бывает с ветром, бывает вообще, он просто, в принципе, тропический дождь, он достаточно сильный зачастую, и такой косой проходит. То есть, ноги всегда мокрые, бывает, что мокрый сам наполовину. Поэтому дожди здесь очень сильные, и с появлением дождей, соответственно, появилось очень много насекомых. Тех же самых комаров, их реально стало очень много, если в сухой сезон, ну, их вообще не было. Сухой сезон, кстати, начинается, ну, как говорят местные, начинается с середины ноября. Середина ноября, декабрь. Но в прошлом году он начался, вот насколько я помню, потому что я собирался на Черепо 15 января. Дожди еще шли, я еще думал, как я пойду на Черепо, если дожди идут. Хотел переносить, но у меня не получилось. Соответственно, вот практически до середины января в прошлом году здесь были дожди. Поэтому местные говорят, что до середины ноября, декабрь, начало декабря они заканчиваются. Вот, вот такие дела, здесь дожди идут практически все время. Самый настоящий сухой сезон начинается, ну, по сути, с января и до конца марта дождей, да, практически нет. Вот всю мою поездку, что я был в Мексике, дождей не было вообще. Я зон с собой даже не брал и я даже не помню, ни разу, по-моему, не попадал под дождь. Сейчас время полдвенадцатого и уже собираются тучи, видите, вот там в горах это уже идет дождь. То есть, соответственно, все это дело, оно 100% дойдет до нас 90% сегодня, часам к двум, к полвторому. С новостями мы еще не закончили, есть еще одна новость. Она связана с проблемой на границе Коста-Рики и Никарагу, Пенис-Бланкес, через которую я проходил уже два раза или три раза границу. Там существует проблема с дальнобойщиками, дальнобойщиками никарагуанскими, потому что и не только никарагуанскими, из других стран Гондураса, Гватемала, они не могут попасть на территорию Коста-Рики и доставить груз, соответственно. Или же те, которые едут транзитом в Панаму, они тоже не могут этого сделать, потому что Коста-Рикой было выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом у дальнобойщиков. И там сейчас скопились многокилометровые пробки, говорят, что около 30 километров уже этих пробок. Не знаю, это был четверг-пятница, сегодня записываю видео воскресенье. Я думаю, что ничего не разрешилось, потому что министры внешней торговли, по-моему, этих стран должны были на этой неделе обсуждать этот вопрос. Пока информации никакой не было, я думаю, что ситуация остается неразрешенной. Многие дальнобойщики там дают интервью телевидению, рассказывают о плохих условиях проживания. Некоторые застряли на границе уже больше двух недель. Рассказывают о том, что сейчас сезон дождей, много, опять же, насекомых, пауков, комаров тех же самых. И они опасаются за свое здоровье, им приходится там где-то справлять нужду рядом, покупать у местных жителей дорого, задорого воду, продукты, еду, как-то жить в каких-то неподходящих условиях. И все это сейчас обсуждается. Уже там Гондурас закрыл границу для костариканских дальнобойщиков на въезд. Гватемала также выразила свое недовольство. Коста-Рика предлагает три варианта. То есть дальнобойщики с той стороны, с той границы доставляют груз до костариканской границы, оставляют его. Потом местный костариканский дальнобойщик его забирает и доставляет уже до пункта назначения. Второй вариант. Груз оставляется на каком-то складе в Коста-Рике. И третий вариант. Груз, который идет транзитом в Панаму, в сопровождении колонны, собирается колонна и в сопровождении с полицией доставляется до Панамы. Сейчас, насколько я знаю, такие меры работают с Панамой и с панамской границей. Этот вопрос Коста-Рика разрешила вот таким образом. Посмотрим, чем это все закончится. И я думаю, что на этой неделе будет какое-то все-таки обсуждение этого вопроса. Ну и закончить это видео хотелось мировыми новостями, а точнее новостями из США. Не мог я тоже их не обойти стороной, потому что там очень интересные вещи происходят. Все, наверное, следят. Ну, многие знают. Я телевизор не смотрю, но смотрю все равно в интернете. Это достаточно такая обсуждаемая тема. В Америке сейчас, в США происходят беспорядки, в Миннеаполисе, связанные с тем, что полицейский в очередной раз, американский, убил чернокожего гражданина США. Зовут его, по-моему, Джордж Флойд. И сейчас вот этот момент очень сильно обсуждается. В социальных сетях люди говорят о том, что такого нет даже в других странах, что очень жестко действует полиция в США, у них все права. И невозможно полиции помешать никаким образом. То есть полиция делает все, что хочет. Ей невозможно помешать ее действиям со стороны. То есть если полицейский решил, что человек представляет угрозу для общества, то помешать уже этому невозможно будет. Полицейский имеет все права на это. Соответственно, они могут применять оружие. Многие жители США устраивают эти митинги, они недовольны. Миннеаполис они вообще там разгромили. Разгромили этот участок полицейский. Полностью сожгли его. Много фотографий оттуда приходит. Все, наверное, слышали про канал CNN американский. И они позвали в студию там какого-то товарища, который специалист обсуждал этот вопрос, связанный с беспорядками. И он намекал на то, что где-то может быть прослеживаться опять же след России в этих беспорядках. На что даже сам Трамп в своем твиттере написал, что они там сумасшедшие. И это самые настоящие фейк-ньюс. В следующем посте там буквально через пару часов он написал, что Washington Post и CNN это два непродоподобных источника информации. С их точкой зрения, с их неправдой и освещением новостей не сравнится даже вся мировая пресса вместе взятая во всем мире. То есть настолько они неправдивы и, как он называет, фейк-ньюс. И второй момент. Я, опять же, читаю комментарии под различными статьями в американских газетах. Опять же, американский народ, он, у него есть как бы, ну, не знаю, как это объяснить, две точки зрения на это событие, на эти беспорядки. Они, с одной стороны, опять же, обвиняют недовольны действиями властей, той же самой полиции США. А с другой стороны, они, им обидно за то, что такие страны, как Иран и Турция говорят о том, что, комментируете события о том, что в Америке, посмотрите, типа, какая в действительности в Америке свобода слова, свобода, когда эти полицейские кадры все, когда они бьют там, разгоняют очень жестко вот этих, вот эти погромы, митинги в Америке. И Трамп там предложил, по-моему, вести даже военных, не знаю, как сейчас обстановка. Чем интересна Америка? На фоне этого происходит запуск SpaceX Илона Маска с астронавтами. И он уже на сегодняшний день удачно пристыковался к Международной консимической станции. Я его поздравляю, конечно же, это отличная новость, все у них получилось удачно. Это здорово, многие люди наблюдали в прямом эфире, и я в том числе за запуском этого корабля. С одной стороны, вот такие плохие новости, ужасная картина. С другой стороны, происходит вот этот запуск, все хорошо. Американцы с этой стороны и весь мир там совсем другое обсуждение ведут. Много собак, приходится немножечко останавливаться, останавливать записи, это сбивает. Вот. И третий момент, кто следит, ну, опять же, за твиттерами известных людей. Твиты интересны приходят от Роберта Киасаки. В последние несколько дней, недель он все время говорит о том, что, намекает на то, что Америке конец, ФРС конец, и скоро все это рухнет. И во многих своих твиттерах, буквально там чуть ли не через каждый твит, он говорит о том, что нужно покупать биткоины, серебро и золото. Что вы на этот счет думаете, напишите в комментариях. Кстати говоря, биткоин уже дошел до отметки в 10 тысяч долларов за один биткоин. И он восстановил свое падение мартовское. В марте, как вы помните, когда вот эти все новости вышли про коронавирус, ограничения, рынки все упали, тоже S&P 500 упал. Уже все это дело восстановилось, биткоин также восстановился, плюс золото и серебро тоже восстановились. Золото вообще сейчас подбирается уже к своим историческим максимумам, там около 2000 оно стоило долларов. Серебро тоже с марта уже подорожало очень сильно, уже восстановило полностью свое падение. Роберт Киосаки говорит о том, что это единственное, что не подвластно, не имеет фрес, на что не имеет влияния. Кто еще не читал его книги, рекомендую однозначно. Вот о чем я говорил. Опять сбили меня в столку. Я в принципе все рассказал, на этом будем заканчивать. Кому нравится видео, мои подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Вам в первую очередь. Пишите комментарии, подписывайтесь на социальные сети, инстаграм я добавлю сюда. На это все. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok